Всем привет! Сегодня я вам расскажу, почему вам лучше всего купить именно кроп-камеру. Вот у меня сейчас XS10. И так, чтобы не быть голословным, у меня здесь лежит топовый полный кадр и средний формат. Ну, так, чтобы вы понимали, что я говорю не на пустом месте. Это GFX 50S, Canon R5, китайский. Почему китайский, у меня есть отдельное видео, заходите в описание, там будет ссылочка. И мой любимый XS10. Я для себя набросал тезисов, почему именно. Но коротко, в общем-то, по тем же причинам, по которым рекламируют Micro. Потому что маленькая, компактная, а разница от полного кадра... Ну вот сейчас я вам расскажу, где она есть, где её вообще нет, а где она будет едва ли ощущаться. И я сюда взял свои любимые кроп-объективы, потому что первое, о чём я буду говорить, это маленький вес и компактные габариты. То есть у вас и тушка значительно меньше, и оптика значительно меньше. То есть вот у меня, ну вообще ни о чём, он весит 100 с чем-то грамм, 15-45, хороший объектив, со своими недостатками. Но если у вас прямые руки, то фотки на него будут просто отличные. И у вас тушка, которая, ну ничего не весит. То есть я буду вскользь говорить ещё про Micro 4,3, но это, в общем-то, мёртвая система. Но она абсолютно не имеет смысла, потому что у вас уже есть кроп-камера, которая по размерам, по сути, всё то же самое. То есть разница между ними, она, ну, ей можно вообще пренебречь, только здесь матрица больше, и это реально ощущается. То есть сейчас я считаю так, что фотография, да и, ну, видеосъёмка по большому счёту начинается с кропа. Если по видео там есть некоторые задачи, где Micro лучше, то для фотосъёмки в Micro смысла нет вообще. И по поводу размеров, вот я здесь взял, по сути, ну, знаете, то, что сейчас у меня здесь лежит, с этим уже можно снимать всё, что угодно, где угодно. 23, 1,4, 56, 1,4 объективы, весят 300 грамм, они светосильные, они вам дают бокашку, они позволяют снимать вечером и фото, и видео. Они недорогие, и всё, и это кроп. То есть на полный кадр есть похожие объективы, допустим, 35 f2.0, тоже очень компактный, тоже позволяет снимать где угодно. 56, 1,4 на полном кадре, 85, 1,8, тоже небольшой объектив. Но 85, я вам скажу, что она уже побольше и погабаритнее. И говоря о размерах, нужно понимать, что мы экономим не только на весе оптики, но и на размере тушки, потому как, ну, вот у меня сейчас R5, можно сказать, средний полный кадр. И XS10. То есть по весу они отличаются, ну, почти что в два раза. Плюс я ещё R5 с переходником таскаю. Разница и оптика меньше, и тушка меньше. У меня, знаете, есть, кстати, обзор про сумки, рекомендую посмотреть. У меня есть отдельно полнокадровая сумка и кропнутая сумка. Потому что, ну, в кропнутую сумку я могу засунуть три объектива, тушку и пойти с этим путешествовать и быть налегке. То в полнокадровую сумку, ну да, я тоже туда могу положить три объектива, но с этим долго ходить, мне даже на моих съёмках, там, они в основном не длинные, но напрягает. То есть то же самое по фокусным расстояниям, ой, не туда деваю, будет занимать больше места и больше весить. В этом, в общем-то, главное преимущество кропа, но, конечно же, цена тоже, кроп камеры стоят дешевле. Так вот, касательно размеров, если вы путешествуете, я считаю, что для большинства путешествия кропы лучше, потому что на единицу ручной поклади вы получаете больше фокусных расстояний. То есть, ну вот в маленькую сумку, давайте сейчас её возьму, вот моя кропнутая маленькая сумка, кропнутая, потому что она для кропа. Просто сейчас вам покажу, что я могу сюда положить. XS10, причём я камеру кладу в маленькое отделение. Я могу положить с собой 18-135 и 55-250. Ну, это каноновские, но в Fuji будут такие же по размерам. И вот у меня три объектива, ну, они друг друга перекрывают, то есть тут на самом деле 15-45 будет лишним. Но я даже, вот я взял бы не 18-135, а, допустим, если я хочу снимать вечером, вот 23-1.4 или Fisheye. Но я могу положить по большому счёту три каких угодно объектива и получить компактность, лёгкость. И вот это всё, это весит совершенно немного, но при этом функционал огромный. То есть, да, на полном кадре есть некоторые преимущества в картинке, которые проявляют себя далеко не везде, но проявляют. Но если, так знаете, взять преимущества в картинке и функционал, то функционал на стороне этой системе. Потому как я не хочу, чтобы оно было тяжёлым, и я не хочу, чтобы эта сумка занимала много места, и чтобы она привлекала внимание. Говоря о внимании, то когда вы, ну, я сейчас говорю с позиции путешественника, где-либо путешествуете в развитых цивилизованных странах, то там есть не сильно цивилизованные охранники, полицейские, не знаю, аборигены какие-то местные, европейские, которые к вам будут цепляться. А что вы тут профессиональное такое снимаете? Ну, честно, это происходит и у нас в Украине. Мне, знаете, вот с этим просто так снимать на улице некомфортно, потому что тут и там к тебе додалбывается, а что вы тут такое снимаете? Мне, честно говоря, это раздражает. То посмотрите разницу в габаритах. Вот это и вот это. Понятно, что это полный кадр, топовый объектив, всё такое. Но с этим к вам вопросов не будет. В музеях, в помещениях там, ну, понятно, что эта камера, она не вызывает таких ощущений, что тут прям мегапрофессионалы сейчас украдёт вашу интеллектуальную собственность и ай-яй-яй. Также такая камера отвечает на вопрос, а что с собой брать на пляж? Ну, во-первых, она не так привлекает себе внимание. Во-вторых, ну, даже в крайнем случае, если у вас её украдут, ну, лучше, конечно, камеру просто не оставлять. Это глупо оставлять дорогие вещи без присмотра. Но она не слишком дорогая. То есть вот у меня в руках более 5000 долларов, а здесь у меня только 1000 долларов в руках. Естественно, что с такой камерой не так стрёмно ходить, где попало. Далее о недостатках. Смотрите, современные кропы, ну, в данном случае XS10, дают очень высокую детализацию. 26 мегапикселей – это на самом деле немало. Это хорошая детализация. Но если вы хотите прям вау-эффекта и чтобы круто было, то, конечно, полный кадр даёт 45 мегапикселей, где с детализацией всё ещё круче. Но дело не только в детализации, а ещё в шумах, в тенях, в микроконтрасте, в том, что вы увидите, если откроете на мониторе 27 дюймов и приблизите на 100%. Тогда вы это увидите. При рассмотрении с телефона, если не приближать, разницы вообще заметно не будет по деталям. И, кстати, тут я рекомендую ещё раз, ну, для тех, кто не видел, у меня есть сравнение XS10 и R5. Например, я фотографировал девочку в студии на, кстати, эквивалентное фокусное расстояние, там 56, 1,4, 85, 1,8. И там вот тоже есть эта разница, когда, ну, она показана, то есть вы вот увидите или не увидите, когда у вас здесь кропнутая картинка и здесь полнокадровая, всё снято в одних и тех же условиях с одинаковым освещением. И, нет, ну, круто, что у меня такие подписчики, что некоторые пишут, я даже с телефона заметил разницу, сразу понял, где что. Но мне, например, разница не была очевидна. То есть, да, в Lightroom я её вижу, но при просмотре с телефона в YouTube, ну, вообще, она очень не ощутимая. Ну, она есть, но она такая очень тонкая, эта разница. С другой стороны, я как-то подключал вот этот фотик к телевизору, чтобы показать фотки с отдыха по HDMI. И телевизор 40 дюймов, и если вы сидите к нему непривычно близко, обычно мы не сидим на расстоянии метра. Но я сидел на расстоянии метра, потому что у меня был короткий HDMI кабель. И я ещё приближал. Так вот, тогда я видел на большом телеке вплотную, что для 40 дюймов эти картинки, если их ещё и приближать, выглядят не так прикольно. Но, с другой стороны, родные, которыми я показывал, сидевшие на расстоянии трёх метров, им было всё отлично. То есть, это уже чисто моё фото дрочерское, что вот я присматривался, но опять же, потому что я хотел это увидеть. И тут мы переходим к такому понятию, как размер отпечатка. Я о нём говорил в своём видео про то, что такое грипп. Кстати, заходите в описание, я оставлю ссылки на эти видео. Так вот, размер отпечатка, это касается не только именно физической отпечатки, там, не знаю, распечатанной фотографии, но это любой носитель, на котором вы смотрите, оцениваете фотографию. И чтобы увидеть разницу между матрицами, вы должны оценивать фотографии на мониторе. То есть, если, ну опять же, я думаю, что, скорее всего, если вы фотограф, то у вас есть монитор, вы не смотрите свои фотки тупо с телефона. Но если у вас главное устройство потребления контента, рассмотрения этих фотографий, это телефон или даже бланшет, то отличить, ну на телефоне отличить полнокадровую фотографию от кропнутой, ну вообще практически нереально, особенно в инстаграмчике, когда она там ещё меньше. Но если вы открываете на мониторе 27 дюймов, ну даже не приближаете, просто открываете, то для набитого глаза разница видна, это я не буду скрывать, есть. Разница между кропом и полным кадром, она проявляется в нескольких аспектах. Это не только детализация в том плане, что современные полные кадры дают вам там 45 мегапикселей. Большинство полных кадров имеет то же самое разрешение, что и кропы. В районе там 26-24 мегапикселей. Но дело ещё в количестве цветовых оттенков, которые они передают. То есть фотки, особенно если вы снимаете природу, пейзажи, что-то с естественным освещением, то на полном кадре больше полутонов, более богатая цветопередача. Опять же для тех, кто умеет сравнивать. Если вы себе купите только кроп и у вас до этого ничего не было, вам будет отлично, вам всё понравится. Точно так же, как люди покупают себе микро 4,3, видят эту мультяшную картинку и им всё нравится. Но для опытного фотографа, особенно для тех, кто уже снимал на полный кадр, разница есть. Да, но насколько она проявляется, я вам скажу, что даже я, как опытный фотограф, который снимал много на полный кадр, если я с собой беру кроп-камеру на отдых, путешествие и снимаю только на неё, мне всё нравится. Если я не занимаюсь всматриванием в пиксели, выяснением, где какой динамический диапазон, меня по большему счёту всё устраивает. Потом я могу приехать домой, проделать тесты, пофоткать на полный кадр. И да, я увижу, что картинка более объёмная, что чуть-чуть другая перспектива, что грипп другой, даже если вы снимаете пейзаж. То есть оно чуть-чуть другое. Но если иметь опыт сравнения, если сравнивать, это важный момент. Размер экрана, на котором вы смотрите эти фотографии, также сильно влияет на восприятие глубины резкости. Потому что, ну, допустим, 56, 1,4 на этой камере и 85, 1,8, они очень близки. Ну, там правильно было бы говорить 56, 1,2, чтобы они совсем совпадали по гриппу. Но всё равно вот эти тонкие разницы, тонкие отличия, типа полтинник на кропе или там 85 на полном кадре, вы их сможете увидеть не в Инстаграме, а только на большом мониторе. Потому что глубина резкости, она оценивается нами тоже в зависимости от того, где мы это смотрим. Если распечатать этот портрет вот прям 3 на 3 метра, то вам это будет вообще бросаться в глаза сразу же. Если на маленьком экранчике, бросаться в глаза не будет. Далее, касательно количества мегапикселей. Я понимаю, что даже 26 мегапикселей вам может в каких-то ситуациях не хватать. Ну, например, если вы на том же отдыхе сфоткали пейзаж и хотите распечатать картину, как я это сделал. 1,4 на 50 см. Вот такой вот размер. Большая очень. Я это сделал на кроп-камеру. Но что я сделал? Я сделал склейку. Снял 7 кадров в вертикальном формате. Причём на дешёвый объектив. Ну вот, а я уже спрятал. Ну, 18-135 то же самое. Мог бы снять на этот объектив. Не суть важна, какой объектив. Оно всё очень резкое. И склеил фотки и получил панораму, по-моему, там 120 мегапикселей, что-то такое, за счёт склейки. Для съёмки пейзажа это реально прикольно, потому что вы получаете и перспективу среднеформатную, и разрешение, достаточное для широкоформатной печати. Причём без штатива. Вот так струк просто снял. Но тут важно это снимать не на ширик, а на стандартный объектив или на телевик. И тоже получил большое разрешение. Ну, там, где оно реально нужно. Потому что большое разрешение просто так, не для чего, но тоже как-то оно бессмысленно. То есть должна быть какая-то задача. И тут я хочу ещё раз вернуться к микро 4.3, от которой я просто плююсь как фотограф. Потому как там, ну, для тех камер потолок разрешения это 20 мегапикселей. Ну, есть на 18, там 16, 20 мегапикселей. Но даже это разрешение для них, оно уже с интерполяцией. То есть если сейчас, допустим, для телефона взяли такую стандартную планку 12 мегапикселей, могут нарисовать, что оно снимает там 64, у меня телефон может 64 снимать. Только когда я открываю на мониторе, я вижу, что это чистая водоинтерполяция. То есть разрешение растянуто программным путём. Настоящей детализации там нет. Ну, для телефонов 12 мегапикселей, ну так, на грани. Так вот для микро 4.3 тоже те же самые 12 мегапикселей, это грань. 20 мегапикселей уже реально эти матрицы не тянуты. Когда вы открываете эти файлы в редакторе, опять же, на мониторе 27 дюймов, то чуть-чуть приблизили и уже видите, как оно сыпется. На базовых ISO, даже при хорошем освещении. То есть, ну, между микро и кропом есть большая разница, она ощущается. И микро своё разрешение не тянет, разве что Panasonic GH5S, где и так 12 мегапикселей. Вот там это разрешение честное. Но если вы работаете с монитором, я не говорю на каком, просто не на телефоне, а на мониторе. Это, в общем-то, логично для любого человека, который купил себе фотоаппарат, иметь компьютер с монитором. Потому что иначе, ну, можно сразу снимать на телефон. И зачем тогда фотоаппарат, если смотреть на телефоне? Ну, такая логика. Потому что эти разговоры... А вот, я сфоткал на фотоаппарат, и у меня всё на телефоне. Нет, это выбор, конечно, каждого. Я не хочу никому навязывать. Но моё восприятие, что если вы увлекаетесь фотографией, то у вас должен быть монитор 27 дюймов. Ну, лучше 32. 27 тоже хорошо. Так вот, на такой диагонали картинка с микро, она... Ну, она никакая. Вот и всё. Картинка с кропа, она вполне приличная. Причём, ну, на кропах Fuji 26 мегапикселей вполне естественная. И, ну, они хорошо и тянутся, и детализация, и всё там на месте. Для Canon, допустим, вот они выпустили этот M6 Mark II 90D. 32 мегапикселя, ну, многовато. Там перебрали они с количеством мегапикселей. Но, в общем-то, для кропов в среднем там вот 20, 24, 26 мегапикселей это окей. И это, по сути, есть та самая золотая середина. Чтобы вы могли и детализацию получить, и картинка была нормальная. Далее, относительно микро, в современных кропах уже добавили это сказочный матричный стаб, который по большому счёту ничего кардинально не меняет. Но всё-таки в некоторых ситуациях помогает вам в съёмке. То есть вы можете там при плохом освещении поставить выдержку чуть-чуть длиннее. Хотя я всё равно рекомендую брать штатив. Но всё-таки он здесь есть, поэтому с позиции технологии у микро 4.3 это преимущество, по большому счёту, мнимое, по моему мнению. В общем, это преимущество уже забрали. То есть у вас есть компактная система, где есть эта самая стабилизация. Но, слушайте, почему я так о ней скептически говорю? Потому что на всех системах есть вот такие замечательные китовые объективы, где есть оптическая стабилизация, которая вам позволяет делать практически всё то же самое. И снимать видео с рук, и снимать фотки с чуть-чуть более длинной выдержкой, чем если бы этого стаба там не было. Следующий аргумент микрушников, но я не могу не сравнивать с микро, потому как это мёртвая система всё время. Знаете, они говорили такие тезисы, которые очень легко провернуть, имея кроп-камеру. В том плане, что кроп-матрицы за счёт своего размера дают вам более удобные возможности в предметной съёмке. Потому что вы снимаете какой-либо объект, и он у вас весь резкий. На полный кадр, даже если вы закрываете диафрагму на f10, это касается именно маленьких предметов, то у вас всё равно задняя стенка того же объектива может выпадать из фокуса. То на кропе при той же самой f10 дифракция ещё не смертельная, она ещё не нарушает изображение, но в то же время резкости вам хватает. То есть кроп-камеры для предметной съёмки на самом деле более удобные, чем полнокадровые. Хотя можно и на полнокадровые снимать, но на кропе это удобнее. Вам не нужно заниматься фокус-стейкингом, делать серию кадров с различной точкой фокусировки. У вас сразу же фотки, сразу же резкие. Но это касается маленьких объектов. Если вы снимаете объект уже, не знаю, вот такого размера, то и на полный кадр это всё отлично пройдёт. Так что удобный гриб для предметной съёмки, ставим галочку, он здесь уже есть. Далее, следующий момент. Порог дифракции, о котором я вскользь упомянул в предыдущем пункте. То есть чем у вас меньше матрица, тем раньше у вас начинается дифракция. Дифракция это когда у вас картинка начинает замыливаться с прикрытием диафрагмы. Так вот, я, кстати, в своём предыдущем видео «Кроп против полного кадра», где я топил за полный кадр, говорил, что на кропе дифракция раньше настаёт. И да, это действительно так. Но хочу уточнить с практической точки зрения. Дифракция, она не настаёт. Так, знаете, вы поставили F8 на кропе. Всё, бас, пришла дифракция. Всё, сворачиваемся, уходим, продаём камеру, надо покупать средний формат. Нет, дифракция наступает постепенно, планомерно. То есть, у вас на F8 она одна, на F10 другая, а на F15 там уже мыло на кропе. На полном кадре там тоже на F15, ну так себе. Но надо понимать, что дифракция зависит как от размера матрицы, так и от объектива. В первую очередь от размера матрицы. Например, на Pentaxi у них есть в камере, я забыл название, Рика. Ну, меня поправят в комментариях. В общем, они её выпускали ещё, по-моему, до K1, K1-02 у меня был на обзоре. В общем, у них была очень система с очень маленькой матрицей, суперкомпактная. Так вот там прикол в том, что там уже на F4 мыльная картинка. Там уже наступает дифракция, потому что там матрица, ну вот вообще совсем-совсем маленькая. То на кропе с этим размером матрицы, в принципе, на F10 вы получаете тоже резкое изображение. То есть, по факту вы можете снимать на F10 диафрагмию, что на полном кадре, что на кропе. Только на кропе у вас будет больше глубина резкости, соответственно, предметы будут больше попадать в грипп, и это окей. Допустим, на среднем формате я проводил тесты, ну ещё когда у меня был этот 50S2, у меня был на тесте 50S1. Так вот, если взять объектив, то есть там не с каждым объективом такой фокус проходит. Так вот, с подходящим объективом я снимал даже на F22, и картинка была резкая. И на среднем формате вы получаете и супер детализацию, и разрешение, и можете закрывать диафрагму. Но для этих задач нужно иметь средний формат, нужно иметь макрообъектив. Это прерогатива именно макрообъективов. То есть, на полный кадр тоже, если вы возьмёте макрообъектив, вы сможете больше закрывать дырку, чтобы у вас была резкая картинка без дифракции. Но дело в том, что если вы закрываете на F22, то вам далеко не все вспышки позволят снимать с такой диафрагмой без завышения ISO. То есть, это уже очень закрытая диафрагма. И это надо иметь в виду. То есть, если на F10 по вспышкам вы ещё сможете, ну, практически с любой вспышкой работать, то F22, я вам скажу, что это уже серьёзно. Я там ISO, по-моему, даже 1600 ставил с теми вспышками, которые у меня есть. Далее, следующий момент в отличиях полный кадр и кроп. Если вы снимаете то, о чём я вам упомянул, с импульсным освещением в студии, ну, это может быть как в студии, так и если вы, может быть, с тробизмом страдаете там, то есть, таскаете с собой вспышки, там, ставите какие-то схемы. Ну, в общем, у вас искусственное управляемое освещение. Вы сами создаёте световой рисунок. И на самом деле, для крутых фоток это очень правильный подход. Так вот, если вы этим занимаетесь, разница кроп и полный кадр, она ничтожная. Есть отличия в гриппе, ну, и в случае с R5 в разрешении. Если взять полный кадр такого же разрешения, как и кроп, ну, будет только в гриппе отличаться. То есть, импульсный свет, на самом деле, сильно выравнивает эти системы. И для студийных фотографов, ну, нет, кто-то может для студии средний формат брать, но разницу надо искать уже под микроскопом, при условии, что вы снимаете с хорошим импульсным светом. То есть, разница больше проявляется, если вы фотограф-путешественник, если вы любитель, если вы не знаете, как это всё работает, если вы хотите задрать ISO, то да, полный кадр вам даёт преимущество. Именно в неконтролируемых условиях. Если условия контролируемые, то кропчик вполне себе рулит. Следующий важный момент – это, опять же, глубина резкости. До этого я упомянул, как она оценивается в зависимости от размера экрана, на котором вы смотрите. Но следующий момент – а достаточно ли я смогу размыть задний фон? Потому что, ну вот, Sony боем активно продают Sony, потому что только полный кадр умеет размывать фон. И это чушь. Потому что даже в помещении, если вы берёте кроп и цепляете на него объектив с 1.4 или 1.2, ну вот у меня 56-1.4 или где-то тут был 23-1.4, с этими объективами вы получите отделение заднего плана даже в помещении. Ну вот сейчас я себя снимаю на X-T3 и я сознательно закрыл дырку до 5.6, потому что я хочу, чтобы вот это всё было в резкости и чтобы вы видели мои руки резкими. Я могу снимать на 1.2, на 1.4, но тогда мои руки будут выпадать из гриппа. И фон будет неплохо так размываться. И если стоит такая задача, вы можете этого добиться даже на кроп-камере. Не обязательно для этого покупать полный кадр. Тем более, что объективы с 1.4 с недавних пор стали весьма доступными на кроп. То есть 300 долларов и вы получаете бокешку. Ну вот сейчас камера стоит на меня на расстоянии примерно 2.5 метра. По большому счёту в любом помещении вы сможете так поставить камеру и размыть фон, если вы этого хотите. На полном кадре есть касательно гриппа такой читерский объектив, как 51.2. И с таким объективом вы в тесном пространстве можете фон не то что размыть, вы от него избавляетесь вообще нафиг полностью. И для бомбил это прикольный плюс. То есть вы можете, ну вот, не знаю, свадьба в подъезде, там, выкуп в хрущевке, там. И у вас на фоне полный трэш, то на кропе вы в этом же пространстве возьмёте объектив с фокусом 35 миллиметров, а на полном кадре вы уже возьмёте такой магический полтинник. И с этим полтинником от фона вообще ничего не останется. Но я вам скажу, что кроме вот таких трэшовых ситуаций, когда нужно избавиться от фона, хочется закрывать дырку, потому что, ну, на маленьком расстоянии до объекта с таким объективом тяжело работать, потому что у вас уже начинают выпадать из гриппа нос, там, уши, то есть глаза в фокусе, остальное не сильно в фокусе. Но этим можно пользоваться как художественным эффектом, конечно. Полтинник 1.2 – это сказочный объектив, это, ну, для полного кадра это просто пушка-бомба. Это реально очень здорово, особенно если вы бомбите дешёвую коммерцию. Но без этого можно жить. А если вы снимаете дорогую коммерцию, то в этом нет смысла. Вот такие дела. Я, кстати, даже думаю о продаже такого объектива, потому что я в последнее время закрываю дырку. То есть мне вот этот излишний грипп, он мне даже не нужен. Вот как-то я, знаете, поменял характер своих съёмок, но плюс я чаще снимаю сейчас со светом и коммерцию, и себя для блога. И поэтому у меня вот даже потребность в этой полнокадровой супер дырке начинает отпадать. Так вот, кроп даёт вам отделение от заднего плана, то есть можете объектив, не знаю, с 2.0 использовать и так далее. И на кропе по этой причине автофокуса по лицу достаточно в 99% случаев. То есть автофокус по глазам на фото, видео он как раз очень нужен вот с такими объективами. А когда вы снимаете на кропе, то у вас глубина резкости такая, что глаза и лицо, они всегда практически резкие. И, ну так, из нюансов, потому что, например, вот на Canon M51 версии есть фокус только по лицу, а на M50 Mark II есть уже и по глазам. Но на практике это в большинстве случаев вообще ни на что не повлияет, потому что у вас кроп и там, ну то, о чем я сказал, грипп по лицу и по глазам в большинстве случаев будет совпадать. И хочу подвести так преимущество кропа для фотографа, потому что сейчас я говорил для фотографа, а дальше я пойду, буду говорить для видеографа. Так вот, вам всё будет нравиться, что вы снимаете на кроп, пока у вас нет базы для сравнения. То есть, если вы в свои руки возьмёте кроп и полный кадр и проведёте тестовую съёмку в одних условиях, тогда вы заметите, вы поймёте, что тут что-то есть, чего нет тут. Но только когда вы возьмёте и то, и то в руки. Пока, когда вы смотрите тесты в интернете, даже мои правильные тесты, на самом деле это не то, и это не даёт вам истинной картины того, что происходит. Так же, как разница между полным кадром и средним форматом. Вы это ощутите только, когда вы поснимаете сами. Особенно, когда в YouTube западные блогеры показывают там X-34 и GFX, и вот так в YouTube-чике две фотки. Ну, грипп чуть-чуть отличается, а так то же самое. Но меня даже возмущают эти тесты, потому что, ну, я знаю, что там есть разница. Но я также знаю, что вы её ощутите только, когда поснимаете сами. По чужим тестам, ну, скорее нет, чем да. Ну, и перейдём к преимуществам кропа для тех, кто снимает видео. Я привык снимать на Canon C100. Это камера с сенсором Super 35, то есть, по сути, кроп 1.5. И с ней вот мне было максимально приятно и комфортно работать в любых условиях. Почему? Потому что у вас, с одной стороны, есть бокашка. Вы можете отделить объект от заднего плана в любых условиях. И в помещении, на улице бокашка у вас всегда будет, если вы её захотите. Но в то же время у вас такой грипп, с которым у вас люди не будут выпадать из фокуса. То есть, у меня вот замечательный объектив 18-135, крутейший репортажный объектив для видео. Для фото не рекомендую, но для видео – да. И он у меня с C100 никогда не снимался. И здесь на 135 мм, кстати, и бокашка есть, и там в ресторанах я на него снимал. Но если вы снимаете какое-то мероприятие, конференцию, утренник, свадьбу, у вас там много людей, то вы получаете такой грипп, когда все эти люди в резкости. Если вам нужно выделить одного человека, вы зумируете, и там 85-135, он уже с бока отделяется от заднего плана. На широком угле у вас все резкие, и на самом деле для видео это плюс. То есть, вы получаете грипп оптимальный. Картинка и не плоская, она объёмная, но в то же время у вас люди не выпадают из гриппа. Потому что если вы поснимаете тот же самый, например, утренник на полнокадровый аналог 24-105 F4, на открытой диафрагме F4, то вы поймёте, что у вас дети даже на общем плане будут сильно выпадать из гриппа. То есть, у вас передний план будет в фокусе, на общем угле, я не говорю, что когда вы зазумили. А те, кто сзади, будут нерезкими. И для родителей, которые будут смотреть это видео, это будет неприкольно. Да, вы можете начать закрывать диафрагму до F9, наверное. Ну да, это будет решение. Но F9 для съёмки в помещении, ну так себе удовольствие. То есть, ISO будут реально уже заоблачные даже для крутых камер. С этим объективом здесь 5,6 можно сказать. 3,5 для отдельных случаев, но бомбильная диафрагма здесь 5,6. Но опять же, тут вам нужен хороший кроп. Потому что кроп и Canon не тянут такие ISO, чтобы снимать на 5,6 в помещении без дополнительного света. Но так как я снимал на Canon C100, которая тянет 5000 ISO легко, то это была не проблема. И в общем-то, если вы возьмёте камеру Fujifilm, то это для вас тоже не будет проблемой. Тёмный объектив в помещении. Ну или же на Canon R, R5. То есть, в чём преимущество новых беззеркалок Canon, что они и полнокадровые, и кропнутые одновременно. Но если R накропнутая по видео, то R5 можно и по фото. Но для видеосъёмки у меня до сих пор есть такой объектив, который я могу прицепить на R5 и снимать в кропе репортаж. То есть, у меня есть возможность снимать в полнокадровом режиме, но я этого не делаю, потому что это неудобно из-за гриппа. Более того, я свой YouTube часто снимаю именно в кропе, потому что я хочу, чтобы руки были резкими. Ну как, на полном кадре я тоже могу закрыть диафрагму. До 5,6 на этом расстоянии тоже будет резким. Короче, в чём кайф кропа, что вы можете и то, и другое. И да, я упомянул, что на кроп-камерах можно задирать ISO. Но это касается далеко не всех кроп-камер Canon, потому что, ну честно, кропы от Canon по ISO самые днищенские. То есть, там ISO 1000, оно пограничное, как для фото, так и для видео. Причём кропы как старые, так и новые. Там M50, M6 Mark II и там и там 1000 ISO, это граница. Но, опять же, туда можно одеть светосильный фикс и снимать себе всё попало. Всё, что попало. И в помещении, и на улице. Но, если у вас кроп позволяет поднять ISO, как кроп в Fujifilm, как кинокамеры Canon, как полнокадровые Canon в кроп-режиме, то вы можете одеть тёмный объектив и чувствовать себя хорошо. И тут я ещё раз вспомню про убогую микру, где вы вообще не можете себе позволить вот такую роскошь, такую удовольствию, как одеть тёмный объектив для съёмки репортажа в помещении. То есть там ISO нет, и там автофокуса нет в помещении. Но, если говорить о видеосъёмке, следящий автофокус там отсутствует. Поэтому микро очередной раз сливает, ну, недаром она исчезла с рынка. Следующий момент. На кроп-камеры, я считаю, не нужны спидбустеры. Они возможны. Вы можете взять полнокадровый объектив, не знаю, полтинник 16-35. У меня были обзоры на спидбустеры Viltrex. Это будет работать, тем более, что если у вас кроп Canon, то у вас ещё и будет работать автофокус. Так же, как и на родной камере. Имеется в виду на полнокадровом Canon, но с полнокадровым объективом на кропе. То есть, ну, если брать Canon, то там хорошо, что есть автофокус. Потому что на Fuji, ну, у меня есть адаптер, но это не спидбустер. Это просто адаптер. Чем отличается спидбустер? Спидбустер нельзя сделать вот так. Так вот, спидбустеры, я считаю, что в них нет смысла. Потому что вы покупаете компактную, лёгкую камеру. И вы хотите туда прицепить вот нечто вот такое. Вот давайте я вам сейчас покажу. Потому что спидбустер будет по габаритам, по ощущениям, как всё то же самое. То есть, вот у нас адаптер. И вот у нас 16-35. И зачем вот это делать? Ну, я против спидбустеров. Тем более, что кроп-камеры позволяют вам отлично обходиться и без них. То есть, вы возьмёте родной объектив с 1.4 и получите, ну, тоже воздушную картинку с открытой диафрагмой. Спидбустеры, ну, их очень любят на микре. Потому что в какой-то момент люди понимают, что они зашли в тупик. И картинка плоская и унылая. И надо что-то делать. Надо, наверное, прицепить объектив с полного кадра. И начинается. То есть, система была компактная и маленькая, но она превратилась вот в такого уродца. Они вот это всё цепляют. Но дело в том, что спидбустер не делает из вашей камеры полный кадр. То есть, он не добавляет динамический тональный диапазон, не делает картинку менее плоской. То есть, полный кадр всё равно даёт чуть-чуть другое изображение. И то, что вы получите глубину резкости и дополнительную светосилу, не исправит размеры матрицы. Поэтому спидбустер это, по большому счёту, бесполезные костыли. Тем более, что на большинстве систем вы с этим спидбустером теряете автофокус. Ну, на фото он будет, но на видео его не будет. Поэтому я против спидбустеров. И я считаю, что кроп камеры в них не нуждается. Но опять же, смотря какие. Если это Canon EF-M и у вас куча родной оптики, да, тогда да. Но целенаправленно на тот же Fujifilm покупать спидбустеры, целенаправленно покупать полнокадровую оптику, я считаю, что это неправильно и в этом нет смысла. Тем более, что вот, например, у меня куча полнокадровой оптики. Я этим не хочу заниматься, потому что я ценю эту систему как раз за её компактность. И ещё раз упомяну о компактности, где вот лично мне очень в кайф то, что эта камера маленькая компактная при многокамерной съёмке. То есть, сейчас я себе пишу на X-T3. Вот у меня вторая камера X-S10. Если я хочу куда-то пойти, снять интервью, как коммерцию, для своего YouTube-канала, то мне комфортно, когда у меня маленькие кроп-камеры. Тем более, что по видео разница между кропом и полным кадром, она едва ощущается. Так вот, тушка Canon R5, у меня же какое-то время было одновременно R и R5. И когда вы с собой берёте две таких тушки, это ощущается гораздо больше, чем когда вы с собой берёте два кропа. И некоторые товарищи начинают рассказывать, да, типа, да ты слабак, там, типа, что такое с собой таскать там 16-35, 24-70 и 70-200. Это вообще, типа, ни о чём. Ну, давайте теперь к этому добавим штативы под каждую камеру. Если вы хотите заниматься видеосъёмкой, то вам нужно тащить с собой под каждую камеру штативы. Я ещё тащу с собой свет, звук. И всё это умножается. Потому что если вы берёте кроп-камеру, то вы под неё берёте и штативчик поменьше. То есть размер и вес вашего штатива, он пропорционален вашей камере. Если вы как фотограф можете себе позволить, там, не знаю, брать просто вот это с собой, то как видеограф вы с собой берёте гораздо больше всего, и это всё с собой взаимосвязано. Но опять же, вы берёте одну камеру такую, или вы берёте с собой три таких камеры. Я сейчас говорю не о деньгах, а о чистого весе, о габаритах. Тем более, что по картинке кропы снимают отличное видео. Как по высоким ISO, к которым не надо стремиться, но они могут. Крок-камеры по ISO очень хорошие. Так и по, в принципе, по восприятию изображения. То есть меня видео с кропа вполне устраивает. И если я при этом буду с собой отыскать камеры, которые меньше и легче, ну от этого только плюсы. И о чём я упомянул, что так же, как и при фотосъёмке, если у вас хорошее освещение, то есть вы вот на себя светите светом, сюда, сюда, на фон, там, ну если у вас постановочное освещение, то разница в размере матрицы, она нивелируется. То есть, ну даже микро при очень хорошем освещении хорошо выглядит. Я с этим не спорю. Но если вы хотите поснимать где попало, то есть вы хотите поснимать и вечером на улице, и у себя дома блок поснимать с хорошим освещением, то вам нужна камера всё-таки универсальная. Та камера, которой всё-таки можно там поднять ISO. То при поднятии ISO полный кадр даёт, да, он лучше снимает. Но, понимаете, на видео у вас, вот хочу сказать, почему на видео эта разница не так сильно ощутима. Потому что разрешение 4К видео это 8 мегапикселей, Full HD это 2 мегапикселя. То есть мы ориентируемся на цифры, которые в несколько раз меньше, чем у наших фотографий. Соответственно, и шумы будут проявляться меньше. Плюс видео никто не зумирует в лейтруме там на 200%, чтобы рассмотреть, что там и как происходит. Видео это движущаяся картинка. Она воспринимается не как фотография. Поэтому для видео размер матрицы не столь критичен. Ну и опять же, кропу позволяет тоже задирать ISO, но не Canon. Итак, уже подводя итог по кропу, почему он лучше, чем полный кадр. И особенно, когда люди задают вопросы, ой, а какую мне камеру купить, чтобы снимать детей, семью и что попало. На самом деле, для таких задач абсолютно любую вы разницы точно не увидите. Но почему, вот я говорю уже с позиции опытного фотографа, видеографа, почему кроп, ну реально у него есть преимущество. Потому что это оптимальное соотношение, я сейчас говорю, не цена-вес, а вес боке. То есть сколько будет весить 1,4 здесь, сколько будет весить 1,4 на полном кадре. Учитывая вес и объектива, и самой тушки. На полный кадр сейчас есть некоторые беззеркальные объективы, которые тоже довольно компактные, особенно на убогую Sony. Но Sony рассматривать, ну это бред. Камеры, где у вас управление, экран, ну короче, что ни говорить. По соотношению цена, качество и габариты тоже кроп выигрывает. Потому что если вы берете, ну вот смотрите, в цене, допустим, 1000 долларов, вы хотите камеру за 1000 долларов, то в кропе вы покупаете практически топовую камеру. Ну, допустим, X-T3, на которой я сейчас себя снимаю, это реально топовый кроп. От X-T4 принципиально не отличается. По картинке вообще не отличается. То за 1000 долларов на полном кадре вы берете самый начальный Canon RP, у которого есть очень много ограничений, как по фото, так и по видео. То есть на кропе вы получите огромнейший функционал, по видео это будет вообще пушка-бомба, но даже по фото там есть в плане функционала преимущество. Да, по фото полный кадр более объемный, ну это так и есть и все такое, но как бы за свои деньги на кропе вы получите больше всяких фишек и наворотов. И при этом я подчеркиваю, здесь и сейчас, а не 3 года назад. Потому что иногда люди любят сравнивать, а вот тогда-то что-то было, там про эту микро вспоминать микро, это уже вчерашний день. То есть весь ее функционал, он просто убивается в хлам об эту плоскую картинку, об отсутствии автофокуса на видео и прочие недостатки, которые никак не компенсируются. Причем об этом всем я говорю именно здесь и сейчас, учитывая текущий рынок техники, того, что доступно на данный момент. В том, что вы за сумму там, допустим, за 1500 долларов можете купить и кроп, и пару хороших объективов, ну может быть не родных. Да, Viltrox это такой прорыв на рынке, можно сказать, потому что за 300 долларов вы получаете очень неплохую оптику. Но вы купите тушку, если это сильный объектив, ну и китовый объектив, может быть даже два объектива, то на полный кадр, ну вы так вообще не разгуляетесь. То есть как по деньгам, так по функционалу. Минусы кропа, не могу о них не упомянуть, но о минусах кропа я буду говорить в первую очередь как фотограф, потому что с позиции съемки видео, оно реально, надо очень сильно поискать и придумать те условия, когда кроп реально проигрывает. Вариант снимать в подъезде при лампочке фонаря на ISO 5000, давайте оставим это киноделом на Sony. Меня как фотографа, чем мне не так нравится кроп, что полный кадр, ну о чем я уже упоминал, дает больше объема, лучше цветопередачу, более естественное изображение. Я говорю даже не просто о технических параметрах, потому что кто-то захочет сказать, там динамический диапазон, да, у меня здесь R5, который по динамическому диапазону сопоставима со средним форматом. И там раф тянется вообще в хвост и в гриву, но это даже не так важно, важно больше ощущение от фотографии. Полнокадровая фотка на большом экране, очень важный момент, потому как я печатал фотки с кропа, у меня есть видео про печать фотографий, и они выглядели просто шикарно. При размере 10 на 15 вот именно распечатанной фотографии вообще нет смысла, по-моему, полный кадр брать. Но так как я смотрю свои фотографии на мониторе, то полнокадровое изображение, ты так смотришь и вау, оно вот прям, этот объем, особенно если одеть какую-то оптику покруче, там 135 2.0, телевичок там 300 мм f4, то для насмотренного глаза, для набитого глаза, скажем так, это отрада и это удовольствие. Для опытного фотографа, которому есть чем сравнивать и который отдает себе отчет в том, что да, я хочу с собой таскать эти лишние килограммы для того, чтобы получить вот этот объем. С другой стороны, я как фотограф-путешественник, я уже так думаю, нет, я не хочу с собой таскать все эти килограммы, потому что и на кроп мне картинка будет нравиться. И знаете, восприятие фотографии важна же не техника на самом деле, а сюжет, то, что вы снимаете, при каком освещении вы снимаете. Причем про освещение я сейчас говорю не просто, что надо, знаете, кто-то может меня понимать превратно, когда я говорю про свет и низкие ISO, что надо всюду с собой таскать или вспышку, или там, или постоянный свет, и только тогда картинка нормальная. Абсолютно нет. Даже если вы снимаете пейзаж, то нужно выбрать оптимальное время, когда правильно падает солнце, когда, я не знаю, там, звезды сошлись правильным образом. То есть подгадать эту ситуацию и нужный момент, чтобы вовремя нажать на кнопочку спуска. И если вы это все правильно сделали, то фотка и на телефон будет отлично выглядеть. То есть тут почему вот рекламируют эту убогую микро? Потому что показывают фотографы-путешественников, которые, не знаю, залез на Килиманджаро, нашел там красивый закат, и смотрите, вау, закат на Килиманджаро. Ну, конечно, он красивый, его и на телефон можно снять, и он будет красиво выглядеть. Но если вы уже покупаете фотоаппарат, то вы явно хотите чего-то большего, чем телефон. И вы, наверное, имеете все-таки монитор, на котором вы это будете смотреть. И если вы уже смотрите на фотоаппарат, то тут уже выбор между кропом и полным кадром. Но дело в том, что если вы снимаете что-то красивое, ну, типа гор, типа очень красивые модели, оно будет выглядеть красиво и, ну, действительно на любую камеру. Просто это уже вопрос ваших личных предпочтений, насколько вы хотите вот этого технического совершенства и вот этого дополнительного объема, дополнительных полутонов, которые нам дает полный кадр. И на этот вопрос, на самом деле, очень сложно ответить. Можно ответить только, если вы сами поснимаете на одно и на другое, только тогда. Но вот я вам скажу еще такой момент, когда хочется полный кадр, вот за, почему, когда в нем есть смысл. Не когда вы снимаете закат на Килиманджаро или красивую модель там, где все прям супер-пупер. А в ситуации, когда вы снимаете какую-то дешевую коммерцию, какой-то трэш очередной, ну, не обязательно трэш, но, например, унылую конференцию там, унылую свадьбу, когда само мероприятие не вызывает у вас никаких эмоций, то есть оно очередное. Но зато у вас тут L-объектив, у вас тут, ну, все пушка-бомба, и вы снимаете, и потом, когда вы открываете в Lightroom эти 300 унылых фотографий, я имею в виду унылых по содержанию, то вы для себя тащитесь от их технической точности, какие-то там вот ISO чистые, как там тянется динамический диапазон, то есть это уже такое, ну, действительно техно-дрочь, и когда сама съемка скучная, у вас хотя бы техника веселая, вот оно вот как-то так компенсируется. А если вы едете в путешествие, и у вас там все вау, круто и классно, то можно так сильно, ну, не знаете, не акцентировать внимание на технике, а больше получить удовольствие от самого путешествия, от легкого рюкзака, и от того, что фотографии все равно будут красивыми. Еще один момент с технической точки зрения я хотел упомянуть, это про RAW-файлы и про обработку фотографий, потому что когда говорят, что вот телефон нормально снимает, и я только что сказал такую фразу, что красивый пейзаж, и на телефон будет очень хорошо выглядеть, тем более, что в телефонах есть вычислительная фотография, так называемая, то есть когда он сам вам делает HDR, сам правит там пересветы, сам исправляет кучу косяков, то для фотографа, который все-таки увлечен своим делом, этим процессом, хочется управлять этим всем, телефон управления не дает, ни физически нормального управления, ни при постобработке, то фотоаппарат, во-первых, у вас есть очень много различных настроек, ну, если говорить о Fujifilm, то вы можете сделать себе действительно хороший шпек сразу без обработки, но самое главное, что фотик вам дает хорошие RAW-файлы, я говорю именно фотоаппарат, потому что, опять же, микро 4,3, в моем понимании, это не фотоаппарат, у них RAW-файлы не тянутся, там шпеги тянутся, если его снять в плоском профиле, я проделал такой эксперимент с Panasonic, в плоский профиль, который сделан для видео, там тянется лучше, чем RAW-файлы, то есть это такое дно просто качества, ну, вот тот диапазон, который заложен в RAW-файлы на микре, то на кропе, RAW-ы, ну, на Fujifilm, это топовый кроп, RAW-ы тянутся очень даже достойно, я это говорю после полного кадра, да, конечно, R5 тут вне сомнений, но меня не вызывает он прям такого ощущения, как от микро, что мне хочется плеваться, мне хочется сказать, а что, может, лучше сразу на телефон нормально снять, чем иметь вот этот недоделанный RAW-файл, то отсюда RAW-файлы хорошие, и это окей, то есть я хочу сказать, что даже для требовательного фотографа RAW-ы отсюда дают запас, ну, опять же, можно сделать брекет по экспозиции, я это, кстати, делаю в отдыхе, и получить реально очень большой динамический диапазон, то есть отсюда RAW- это RAW, а с микро RAW- этот шпайк, он не тянется. Вот такие дела, наверное, это основное, что я хотел рассказать с технической точки зрения, я уже несколько лет как являюсь кропофилом, потому что наравне с полнокадровым кэноном у меня есть кропнутый Fuji. Расскажу предысторию, потому как я познакомился с кропами как таковыми, ну, в частности, с Fujifilm, на фотовыставке, фотомоб, по-моему, он, в общем, в Киеве была выставка в 17-м или 18-м году. Мне они очень понравились по дизайну уже тогда, но я на это, имея на тот момент 5D Mark III, смотрел на это весьма скептически. Ну, зачем этот убогий кроп, если у тебя тут крутой полный кадр? И потом, то есть я не покупал тогда Fuji, как-то это прошло мимо так, посмотрел и посмеялся, и всё. Но зерно, сомнения, посеяли они во мне. А потом я купил через несколько лет X-T3, но главным образом для съёмки видео, и из любопытства, и из чувства противоречия. То есть мне хотелось купить камеру, чтобы просто попробовать что-то новое. Ну, вот такой главный у меня был посыл. А, нет, первый я X-T20 купил. Да, потому что она стоила копейки, она и сейчас копейки стоит. И, кстати, по матрице не сильно она отличается от X-S10, главное, корпус здесь поудобнее. Так вот, поснимав на X-T20, я ощутил этот кайф. У меня, кстати, есть, ну, компактности. У меня есть немало видео про путешествия с Fuji. Там на X-T20, на X-T3, в Будапешт, куда ещё там ездил, в Варшаву, я не помню, показывал отдельно или нет. Ну, в общем, у меня есть эти фотки, где я рассказываю, как и на что я снимал именно в путешествиях. И так у меня кроп и прижился. То есть, коммерцию я снимаю, фото я снимаю на полный кадр, а в путешествии я с собой беру кроп. И полный кадр мне таскать в путешествии не хочется. Вот такие дела. Хотя у меня большой опыт, и я знаю, в чём отличие. Я сознательно от этого всего отказываюсь, потому что я не хочу с собой таскать кирпичи. Но момент с путешествиями на самом деле довольно субъективен, потому как вот у меня люди заказывали консультации, и кому-то я рекомендовал, допустим, Nikon Z6 II с униклассным объективом 15-30 f4, который компактный, лёгкий. Нет, 14-30, я уже путаюсь. И это полный кадр, который, в общем-то, ну, если брать его именно с тем объективом, довольно маленький. Но это уже зависит от потребности каждого человека, потому что тот человек, который я консультировал, он мне сам сказал. Он говорит, я разницу вижу, я о ней знаю, я хочу полный кадр. Говорю, всё, выбираем полный кадр. Вот такая тема. Поэтому это решение, оно субъективно. И самое главное в этом самом деле, что человеку, у которого нет опыта, ему всё равно, какую камеру брать, потому что вы всё равно не отличите. Вот такая тема. То есть о чём-то уже говорить более конкретно стоит, получив опыт. А тратить деньги на другую камеру без опыта, вот это точно не стоит. Вот в этом я точно уверен. Что для новичка надо брать камеру, ну, деньги на которую не жалко потратить. А размер матрицы дело уже такое, субъективное на самом деле.